МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-3-2-99. Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа «Калейдоскоп». К сожалению, погода не дает нам в полной мере насладиться летними днями. Но это не проблема. Мы можем рассказать вам о самых интересных событиях за чашечкой ароматного чая. Все мы привыкли к тому, что музей – это место, где хранятся некоторые экспонаты. Однако хранение – далеко не самый основной вид деятельности музейных работников. Пожалуй, самой сложной и невидимой их работой является реставрация. Такого разнообразия эпох и коллекций в рамках одной выставки в Рязанском Кремле, пожалуй, не было ни разу. Более 170 редких экспонатов, которые прошли через руки профессиональных реставраторов, теперь может увидеть любой желающий на экспозиции под названием «Возвращение к жизни», которая приурочена к 130-летию музея-заповедника. Евангелие 15 века, иконы, мебель 19 века, веера, доспехи, старинные головные уборы и одежда – и это лишь малая часть вещей, которые обрели новую жизнь в руках современных мастеров. Когда мы стали федеральным музеем, федеральным подчинением, нам пошли совершенно другие средства. И мы, наконец-то, получили возможность заниматься полнокровной музейной деятельностью. Не просто собирать и хранить коллекции, но еще возвращать их к жизни, то есть реставрировать вещи какие-то очень красивые и знаковые. И вот здесь как раз мы плоды этой деятельности, на этой выставке представляем. Восстановление картин, фотографий, одежды – кропотливое и недешевое удовольствие. И не каждый музей может позволить себе подобные траты. К примеру, серебряный клад, найденный в Старой Рязани в 2005 году, восстанавливался в столичной мастерской более четырех лет. Ювелирная реставрационная работа обошлась музею в 4 миллиона рублей. Вот даже выставка, она будет всего-то полтора месяца продолжаться. А почему? Да потому что более месяца такие вещи не могут находиться даже на дневном свете. Вы видите, у нас на окнах жалюзи. Вот, они сплошные. Мы обязательно должны их закрывать, чтобы на эти вещи не попадал солнечный свет. Идет выцветание тканей, письменных источников и так далее. В общем, все это только в определенное время можем выставлять. На определенный срок и в определенных условиях. Восстановление подобных раритетов очень важно для истории. Поэтому помимо чисто механической работы по восстановлению, реставраторам необходимо разбираться в тонкостях исторических, художественных и промышленных процессов, владеть навыками, которыми обладали мастера прошлых веков и щепетильно следовать главной профессиональной заповеди – не навреди. Как это ни странно, но театры до сих пор продолжают радовать нас премьерами. И на этот раз новый спектакль могут увидеть маленькие зрители в Театре кукол. На сей раз на генеральном прогоне нового спектакля «Большое путешествие маленького крокодильчика» присутствуют не только представители средств массовой информации, но и те, для кого создавалась эта постановка. Мальчишки и девчонки из школ и детских садов. Именно им предстоит оценить эту современную сказку-фантазию. Спектакль очень интерактивен, очень интересная работа художника. Для нашего театра это не совсем обычные куклы, не совсем обычные декорации. Все, я думаю, маленькие зрители и, конечно же, взрослые знают знаменитую игру компьютерной «Тетрис». Вот здесь принцип декорации как раз из таких фигур очень яркий. Посредством этих геометрических фигур складываются все элементы декорации, что, несомненно, развивает детское воображение. Кстати, спектакль этот поставлен совместно с Пловдзевским театром кукол Республики Болгария. Но вот увидеть его в связи с закрытием сезона дети и их родители смогут лишь в сентябре. В нашей программе мы рассказывали, по-моему, обо всех музыкальных направлениях. Но вот о музыке для гурманов несправедливо забыли. В самом центре города, в известном среди любителей живой музыки кафе «Фонтан», собрались музыканты из восьми стран мира. В этом году Рязань во второй раз приняла участников фестиваля «Мус Энерго Тур». Этот необычный музыкальный проект ориентирован на музыку, которая рождается в наши дни. Благодаря организаторам фестиваля слушателям предоставляется возможность познакомиться с теми, кто именно сегодня, здесь и сейчас меняет направление мировой культуры, предлагая, обозначая или закрепляя в сознании слушателя актуальное направление. Джазовая жизнь здесь, в кафе «Фонтан», кипит у нас с 2002 года. Вот. И творческий центр «Филинс» решил никогда не повторяться. Мы не делаем одних и тех же проектов. Однажды мы сочинили лет «Джаз в фонтан». Это был первый фестиваль джазовый, который вот как бы был приурочен к годовщине кафе «Фонтан». Потом мы сделали еще один, еще один, а потом мы поняли, что нужно что-то менять. И мы не захотели делать какой-то один такой бренд, который будет постоянно улучшаться, улучшаться, можно бесконечно улучшать, действительно притянуть огромные ресурсы. Мы каждый год решили делать нечто новое. Вот. И в конце концов нас судьба свела вот с Юрием Линоградским и с этим проектом «Мус Энерго Тур». И наш бренд «Филинс» – музыкообъединяющий мир таким образом расширился. И вот сегодня вот будут представители восьми разных государств. Впервые идея проведения фестиваля возникла в 2007 году. На этот раз Рязань встречает уже 17-й фестиваль. За эти годы в «Мус Энерго» приняли участие почти 800 музыкантов из 37 стран мира. К примеру, Марк Ежио – испанец, один из ведущих специалистов мира по колесной лире. Это древний традиционный инструмент каталонского фольклора. Однако он позволяет музыканту прекрасно чувствовать себя и в фольклорном, и в импровизационном джазовом поле. Марк в России уже не в первый раз. В прошлом году он стал одной из ключевых фигур «Мус Энерго». В этом отправился в музыкальное путешествие снова. У нас будет так называемый «Мус Энерго Бэнд». Это специальный состав, в котором мы музыкантов изначально провоцируем на то, чтобы играть некую непредсказуемую музыку. И засовываем в него музыкантов, которые раньше друг с другом не были знакомы вообще. Вот этого в прошлом году не было. Эта идея только обкатывалась. Сейчас она стала наконец-то реальностью. Эта идея именно в том, что это спонтанное творчество рождается здесь сейчас один раз. Никто никогда не знает, что это будет, кто в этот состав войдет, по какому принципу они будут взаимосотрудничать. Вот это мы сегодня покажем. На одной площадке с гостями из разных стран сыграли музыканты рязанской группы «Филинс». Они сразу задали особенное настроение. Начали концерт с настоящего джема. Вместе с рязанцами на сцену вышел французский музыкант, которому нужно было подстроиться под исполняемые композиции. Получилось весьма органично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Концерты фестиваля отличаются гибкостью и могут в зависимости от специфики концертной площадки сжиматься до двух часов или проходить в два-три дня. В этом году фестиваль стартовал 12 июня в Дубне и доедет до Улан-Удэ. К сожалению, лето не так уж богато праздничными днями. Но придумать свой собственный праздник может каждый из нас. Вот, например, у нас есть праздники, посвященные мужчинам, есть праздники, посвященные женщинам. А вот праздников для мальчиков и для девочек почему-то нет. День девочек в Японии, который еще называют Днем цветения персиков, отмечается в третий день третьего месяца каждого года. И это отнюдь не современный праздник. Его истоки уходят в глубокое прошлое. Однако национальным он стал лишь в 18 веке. Тогда же появился обычай устраивать в домах, где есть девочки, выставки богато одетых кукол, изображавших жизнь и обычаи императорского двора. Этот обычай сохраняется до сих пор. Теперь в этот праздник на специальной этажерке выставляют настоящие произведения искусства из керамики и шелка, наряженные в роскошные одежды. Эти куклы не предназначены для каждодневных игр. Обычно их выставляют в центральной комнате дома и просто несколько дней ими любуются. Как правило, в набор входит не меньше 15 кукол, одетых в старинные многослойные одежды красного цвета. Наиболее ценными и богато украшенными являются куклы, изображающие императора и императрицу в старинных шелковых церемониальных нарядах. В этот праздник девочки в нарядных кимоно, как настоящие дамы, ходят друг к другу в гости, дарят и получают подарки, угощаются специальными сладостями и любуются куклами. Так в игровой непринужденной форме девочкам прививаются правила хорошего тона, понятия о чертах характера, которыми должна обладать женщина, и умение бережно относиться к ценным вещам, сдерживая свои желания и капризы. А цветы персика, давшие еще одно название празднику, в Японии также символизируют женскую нежность, доброту, мягкость и, как следствие, счастливый брак. Не случайно в этот день играется довольно много свадеб. А в пятый день пятого месяца в этой же стране отмечается День мальчиков. Истоки этого праздника также относятся к первым векам нашей эры. В этот день, так же, как и в праздник девочек, на специальной этажерке выставляются миниатюрные шлемы, доспехи, а так же шесты с флагами, на которых можно увидеть герб семьи или клана. Куклы обычно занимают нижнюю часть стенда, среди них непременно должен быть молодой воин, иногда ребенок, готовящийся к первой битве. Так же в настоящее время широко распространен обычай вывешивать в праздник мальчиков, развивающиеся на ветру изображения карпов. Дело в том, что карп считается очень жизнестойкой рыбой, которая может обитать не только в чистой пресной воде, но и в пруду и в болотистой местности. Легенда гласит, что когда карп проплыл по реке против сильного течения и преодолел водопад, который назывался драконовым водоворотом, то он превратился в дракона и поднялся на небо. Поэтому карп символизирует пожелание мальчикам вырасти в прекрасных мужчин и легко преодолевать все трудности. Мы не случайно вспомнили о японских праздниках, ведь именно им посвящена выставка, которая открылась в библиотеке имени Горького. С появлением в студии «Калибри» нового предмета под названием «Страноведение» у ребят появилось множество новых увлекательных тем для творчества. Совсем недавно мы знакомились с Венецией. Увиденные глазами детей. Ну а теперь пришел черед совершить путешествие в Японию и узнать о двух традиционных праздниках – празднике мальчиков и празднике девочек. На своих работах ребята изобразили тех самых кукол, которые становятся объектом детского внимания в эти дни в Японии. Педагоги предложили детям именно такую тему, потому что все дети любят играть в куклы. Кроме того, в нашей стране подобных праздников, к сожалению, нет. Еще нам понравился сам этот момент воспитательный. Вот в Японии есть праздники для детей. Не для взрослых, не для страны, не для правительства, а именно для детей. Дети в этот день, они узнают свою историю, они достают кукол, которые принадлежали еще бабушкам и дедушкам, они играют в те же самые куклы. И это нам показалось очень интересным. Все работы, представленные на выставке, выполнены в традиционной японской технике батика. Сегодня даже многие взрослые, не имеющие отношения к художественному творчеству, не знают, что из себя представляет эта техника. А вот дети, воспитанники студии, не только знают, но еще могут объяснить нам, что это такое. Это роспись по шелку. Берется шелк и натягивается на раму, а потом нужно сделать эскиз, потом перевести его на шелк, и потом обвести специальной жидкостью, а потом только приступать к разрисовке. На картинах, искусно выполненных по шелку, представлен целый кукольный мир. Прекрасные девушки в управлении нежных цветов и мужественные самураи с обязательными спутниками – карпами. Все картины детально прорисованы. Сразу видно, детей действительно заинтересовала эта тема. Да, мне сразу эта тема понравилась, и я за нее принялась энтузиазмом, поэтому мне кажется, получилось очень красиво. Помимо выставки «Игра в японские куклы», здесь можно увидеть работы из папье-маше. Особый интерес представляют созданные детьми волшебники. Ведь ребята не только придумали их образ и магические способности, но и целые сказочные истории, с которыми также могут познакомиться посетители выставки. Экспозиция работает на втором этаже библиотеки имени Горького, так что спешите посетить маленький островок Японии в центре Рязани. Мы рассказали вам обо всем, что привлекло наше внимание на этой неделе. И несмотря на прохладную погоду, не забывайте, что на улице лето, и постарайтесь насладиться каждым его днем. Ну а мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на Московском шоссе 20. Телефон 8920-99-3299. Редактор субтитров А.Семкин